Служить Вооружённой Силой России кубанская молодёжь идёт охотно, как, впрочем, и всегда. По количеству призывников, желающих отдать долг Родине, наш регион не может догнать даже Москва. Командиры пишут письма о том, что служить наша кубанская молодёжь умеет. И физическая подготовка, и военная подготовка, которую мы проводим уже за призывной молодёжью. И, кстати, хочу поблагодарить, наши военкоматы активно принимают в этом участие. Чем отличается этот призыв от предыдущих и какие задачи? Ваше указание, что Кубань должна быть всегда впереди, оно так и есть. В этом году в весеннем призыве не только в Южном федеральном округе, но и по всей России к нам ни один субъект не приблизился ближе, чем на тысячу. В этом году, как никогда, Александр Николаевич, у нас вышло так, что мы не могли удовлетворить просьбу родителей, чтобы дети пошли служить. Установлено задание у нас было более 7 тысяч, но сверхустановлено мы ничего не могли сделать. И родители просили, чтобы в первую очередь пошли дети осенью. Поинтересовался глава региона, как военкоматы работают с теми, кто уклоняется от службы в армии. Как оказалось, и в этой части Краснодарский край образцовый среди других регионов России. Нежелающих служить можно по пальцам пересчитать. В этом году прошло через призывные комиссии 31 345 человек. Прошли через призывные комиссии. Неявка состава 26 человек. Аж? Аж 26 человек. Почти все, кого призвали этой весной, теперь служат в Южном федеральном округе, сообщил полковник Сергей Тынянко. 80% солдат остались в своем регионе. Напомним, несколько лет назад край выступил с инициативой, чтобы кубанцы оставались служить на территории края. Очень важно в этом вопросе, подчеркивает Александр Ткачев, учитывать пожелания родителей. Я рад, что руководство Министерства обороны услышало нашу просьбу, пожелание. За этим стоит желание ровного количества родителей, которые хотели бы действительно хотя бы раз в месяц видеть своего ребенка. И, естественно, следить за его службой, за его здоровьем и так далее. Но это, мне кажется, в этих условиях сегодня как раз не помеха, а наоборот, это здорово, что мы так смогли с вами сделать. Кубань – рекордсмен по многим показателям весенней призывной кампании и, в частности, по проценту годности призывников. Он самый высокий в округе. Практически все новобранцы идут в армию без ограничений по здоровью.